добрый день здравствуйте дорогие друзья а я рад начать нашу с вами передачу диалоги о вечном и посвятить ее сегодня радости как радость сохранить как радость обрести и пронести ее через весь год помню учитель у которой учился в израиле бог модах из раки говорил что еврейский новый год роша шона нужно встретить так чтобы обрести на весь обрести новизну на весь год и отмечать и ощущать новизну каждый день этого года в этом смысле если продолжить эту логику то и праздник радости торы нужно было встретить так чтобы ощущать эту радость весь год именно потому я хочу сегодня поделиться с вами удивительным рассказом замечательной женщине которая пережила холокост и который сегодня является известным психологом в америке который более 90 лет уже сегодня буквально в нескольких словах хочу рассказать рассказать вам о ней и о том как она обрела внутренние силы в общем нечеловеческих условиях эти навыки обретения сил помогли ей в ее жизни и она делится этими навыками с нами да вот ее эстер или его ягер родилась она в словакии и когда была подростком то оказалась вместе с двумя сестрами родителями в вагоне который в которой бросили ее фашисты для того чтобы направить вас венцин вот что пишет она на загнали в теплушки повезли в неизвестном направлении когда поезд остановился мы практически выпали из вагонов когда мужчина женщин разделили мы подошли к человеку распределявшему женщин тогда еще не знала что это йосиф менгеле указывая на маму которая выглядит довольно молодым спросил кем она тебе приходится я ответила матерью маму пихнули в шеренгу где были малолетние дети пожилые женщины чуть позже к по возле нашего барака кивнула головой показывая на дым поднимающийся от одной из труб твоя мать там вскоре то есть после того как она оказалась бараки менгеле заглянул к новоприбывшим он был большим ценителем искусства и ходил по баракам в поисках талантливых заключенных которые могли бы его развлечь прежде чем эдит успела что-либо понять ее вытолкнули из строя эта девочка умеет танцевать ангел смерти скомандовал танцуй для меня я стояла на холодном цементном полу барака охваченная страхом оркестр который дежурил у дверей барака в ожидании приказа заиграл вальс на прекрасном голубом дунае тогда я вспомнила слова моей матери они могут отобрать у нас все но никто не сможет отобрать у тебя от того что у тебя в голове никто не сможет отобрать у тебя от твоих чувств и твоих мыслей я закрыла глаза и ушла мой внутренний мир моих мыслях я больше не была заключенная с венцима страдающий от холода голода и боли потери матери я вдруг увидела себя на сцене венгерского оперного театра в будапеште я приказала моим рукам подняться и ногам двигаться я набрала сил и начала танцевать для того чтобы выжить танцы стали и абонементом на выживание за каждое выступление дед получала буханку хлеба который потом съедала вместе с соседками по бараку эти соседки надо сказать спасли ее потом когда и гнали по дороге в австрию из освенцима то есть двух тысяч заключенных выжило только 100 и когда они уже больше не было силы когда она уже она была ранена то и и те соседки которыми она делилась хлебом несли на руках буквально каждое мгновение в освенциме было адом на земле и одновременно школой жизни переживая боль потери близких и любимых мне людей страдая пыток и голод и постоянного страха смерти я открывала для себя новые навыки как выжить и как обрести внутреннюю свободу даже в тех нечеловеческих условиях я продолжаю пользоваться этими навыками всю свою жизнь и я делюсь ими с пациентами моей практике психологов годовой цикл окончания туры который заканчивался словом израэль израиль и мы тут же начали читать оканчивая тут же начали как бы тоже читать сначала и прочитали слова в начале сотворил всевышний небо и землю земля была хаотично пустынно и тьма над бездной сказал всевышний да будет свет и был свет всевышний сотворил мир он творец он сотворил человека по образу подобию своему и человек тоже обладает способностью творить он тоже творец и подобно всевышнему который творит этот мир словом ибо он сказал да будет свет и был свете точно также и человек обладает своими силами творения и обладает силой слова который тоже творит мир конечно очень важно то слово с которым человек обращается к другим людям очень важно то слово с которым человек может обратиться к небесам с мольбой ко Всевышнему. И, может быть, самым главным словом является то, которым человек обращается к самому себе. Что мы говорим самим себе? Мы ведь словом создаем образ, мы словом вдохновляем не только других, но и самих себя. А никогда в Торе не говорится о том, что было до того, как что-то было сотворено. И если Тора хотел рассказать нам о том, что Всевышний сотворил мир в этом мире, и он сотворил свет, то вполне достаточно было бы именно это и сказать. Зачем нам знать о хаосе, о пустоте, о тьме, которые предшествовали свету, который был сотворен? Это у нас объяснение, которое мудрецы говорят, это для того, чтобы научить нас отношению к жизни, отношению к тьме, отношению к страданиям. Для того, чтобы мы поняли, что свет не является неким независимым отдельным созданием или творением, он просто был сотворен силой слова, превратившей тьму в свет. Сначала была тьма. Без тьмы не может быть света. Без преодоления страданий не может быть радости и счастья. Тьма является такой же частью бытия, как и боли, страдания являются частью нашей жизни. И тоже так же, как Всевышний сказал, «Да будет свет и был свет». Точно так же человек обладает силой посмотреть на тьму, посмотреть на страдания, посмотреть на несовершенство этого мира и изменить его. Это не означает, что лишь одно слово, типа «абра-кадабра» или «Да будет свет», они способны изменить тьму и превратить эту тьму в свет, но они способны, тем не менее, вдохновить человека верой, что это в его силах сделать все, что возможно для того, чтобы сделать этот мир лучшим. И потому Слоним Рэбби в своей книге «Насива Шолом» пишет о том, что один из его учителей, один из Рэббис писал, что когда человек стоит перед лицом трудностей и страданий, и сложных обстоятельств, то пусть он скажет самому себе, даже самому себе, да будет свет, и пусть он удостоится увидеть, как тьма превратится в свет в его жизни. Давайте помнить о том, что человек может говорить сам себе и, кстати, окружающим людям тоже те слова, которые вдохновляют его и дают ему силы. И вот потому, друзья, я хочу прочитать несколько слов вам Виктора Фрэнкеля из его книги «Поиск смысла». Есть достаточно много примеров, часто поистине героических, которые показывают, что можно преодолевать апатию, обуздать раздражение. Хочу напомнить, что книга эта была написана в Освенциме. Он писал, он хранил ее, он вынес ее оттуда. Так вот, продолжая эту книгу, что даже в этой ситуации абсолютно подавляющей, как внешне, так и внутренне, возможно сохранить остатки духовной свободы, противопоставить этому давлению свое духовное «я». Я опять-таки остановлюсь и скажу, что вы знаете, если мы посмотрим на английское слово «happy», то нам кажется, что слово «happy» происходит от слова «happiness». Понятное дело, да, быть радостным, радость, на самом деле «happiness» это событие жизни. То есть можно посмотреть на радость как на то, что является следствием каких-то внешних обстоятельств. Человек выиграл лотерейный билет, ему повезло, и он добился какого-то успеха в жизни, и он радуется. То есть внешнее событие стало причиной его радости. Люди, которые смотрят таким образом на жизнь, они также могут сказать, «О, ты меня разозлил», «О, ты испортил мне настроение», «О, ты сделал мне то и другое или третье». А есть ли у нас сила, есть ли у нас мужество, есть ли у нас свобода выбора выбирать свое счастье и свою радость? Кто из переживших концлагерь не мог бы рассказать о людях, которые, идя со всеми в колонии, проходя по баракам, кому-то дарили доброе слово, а с кем-то делились последними кружками хлеба? И пусть таких было немного, их пример подтверждает, что в концлагере можно отнять у человека все, кроме последнего, человеческой свободы отнестись к обстоятельствам так или иначе. И это так или иначе у них было, то есть это было у каждого. И в этом смысле, друзья, опять-таки получается, что мы не можем менять обстоятельства, мы можем относиться к этим обстоятельствам так или иначе, то есть выбирать свое отношение к событиям нашей жизни. И каждый день, каждый час в лагере давал тысячу возможностей осуществить этот выбор, отречься или не отречься, от того самого сокровенного, что окружающая действительность грозила отнять, от внутренней свободы. Отречься от свободы и достоинства значила превратиться в объект воздействия внешних сил, внешних условий, позволить им выполнить то, что они хотели, то есть вылепить из тебя заключенного. Они хотели превратить тебя в заключенного, они хотели унизить тебя, но у тебя оставалась свобода выбора найти убежище в своих смыслях, то есть внутри себя. Нет, продолжает Виктор Фанкель. Опыт подтверждает, что душевные реакции заключенного не были всегда лишь закономерным отпечатком телесных, душевных и социальных условий, дефицита калорий, отсутствия сна и различных психологических комплексов. В конечном счете выясняется, то, что происходит внутри человека, то, что лагерь якобы из него делает, на самом деле результат внутреннего решения самого человека. В принципе, от каждого человека зависит, что даже под давлением таких страшных обстоятельств произойдет в лагере с ним, с его духовной внутренней сутью. Превратится ли он в типичного заключенного или останется и здесь человеком, сохранить ли свое человеческое достоинство. Достоевский как-то сказал, «Я боюсь только одного – оказаться недостойным моих мучений». Эти слова вспоминаешь, думая о тех мучениках, чье поведение в лагере, чьи страдания и самосмерть стали свидетельством возможности до конца сохранить последнее, внутреннюю свободу. Они могли бы вполне сказать, что оказались достойными своих мучений. Они явились свидетельством того, что в страдании заключен подвиг, внутренняя сила. Духовная свобода человека, которую у него нельзя отнять до последнего вздоха, дает ему возможность до последнего же вздоха наполнять свою жизнь смыслом. Ведь смысл имеет не только деятельная жизнь, дающая человеку возможность реализации ценностей творчества, и не только жизнь полная переживаний, жизнь, дающая возможность реализовать себя в переживании прекрасного, наслаждении искусством или природой. Сохраняет ли свой смысл и жизнь, как это было в концлагере, которая не оставляет шанса для реализации ценностей в творчестве или в переживании, остается последняя возможность наполнить жизнь смыслом, занять позицию по отношению к этой форме крайнего принудительного ограничения его бытия. Созидательная жизнь, как и жизнь чувственная, для него давно закрыта. Но этим еще не все исчерпано. Если жизнь вообще имеет смысл, то имеет смысл и страдания. Страдание является частью жизни, точно так же, как судьба и смерть. Страдание и смерть придают бытию особую ценность. Я хочу, друзья, остановиться на этой, казалось бы, такой тонкой, сложной цитате и сказать, что в вопросе о том, что такое вера, может быть два разных взгляда. Один скажет, что человек реализует свою веру в своей жизни, как, собственно говоря, сказал пророк, праведник верой своей будет жить. И тогда мы это понимаем, что человек, верящий в свой успех, в свое счастье, в то, что ему удаст реализовать планы своей жизни, и что его мечты станут реальностью, это все следствие того, что у него есть сила веры. Как сказал пророк, праведник верой своей будет жить, то есть его вера реализуется, его мысли становятся реальностью. Получается, что если человек даже в самых невероятных и сложных обстоятельствах во тьме увидит свет, то этот свет может быть светом в конце туннеля, до которого ему удастся доехать, то есть он реализует свет своей жизни, получается так. И в каком-то смысле человек может сказать, вот если человек во что-то очень-очень верит, и он наполнен верой, то эта вера может стать реальностью в этой жизни. Является ли это определением веры? Некоторые из мудрецов, Торы в частности, считали, что да, другие, например, Хазаныш, говорили, что настоящая вера человека это не в то, что вера это фокус-покус, да, или фокус-способность человека творить, нет, творит Всевышний. Мы можем помогать ему творить своими добрыми делами, своими мыслями, своим выбором, но в конце концов мы в первую очередь принимаем Всевышнего творцом. И вера заключается в том, что человек верит, что каждая ситуация, в которой он оказывается, она наполнена смыслом, и в ней он может открыть свет в конце туннеля. В этом смысле и даже то, что не реализуется никогда, и даже страдания, и даже сама смерть получается, являются теми мгновениями, или теми возможностями человека принять обстоятельства такими, какими они есть, и принять Всевышнего творцом или даже судьей, понимая его суд. Поэтому, с одной стороны, человек может верой свою творить свой внешний мир, а с другой стороны, ведь своей верой он решает, кто он, каждую секунду своей жизни, и в этом смысле он творит самого себя. Продолжая слова Виктора Франкеля, для большинства заключенных главным был вопрос, переживу ли я лагерь или нет? Если нет, то все страдания не имеют смысла. Меня же неотступно преследовало другое. Имеет ли смысл само это страдание, эта смерть, постоянно витающая над нами? Ибо, если нет, то нет и смысла вообще выживать в лагере. Есть ли весь смысл жизни в том, сохранит ее человек или нет? Если он всецело зависит от милости случая, такая жизнь в сущности не стоит того, чтобы жить. Слова Виктора Франкеля. Важным было не то, что мы ожидали от жизни, а то, что ожидала от нас жизнь. Нужно было перестать спрашивать себя о смысле жизни, а вместо этого осознать, что жизнь спрашивает нас ежедневно и ежечасно. Наш ответ должен выражаться не в словах и медитации, а в правильном действии и в правильном поведении. И в этом смысле, друзья, хочу вспомнить слова царя Давида, который сказал «Ивду эсашембе симха» «Служите Всевышнему с радостью». Некоторые из нас думают, а, когда ты служишь Всевышнему, ты обязан радоваться. На самом деле смысл совсем другого. Если ты действительно служишь Всевышнему, если действительно ты обретаешь смысл в этом служении и понимаешь, что пришел сюда для того, чтобы исправить этот мир и сделать этот мир лучше, для того, чтобы служить своей семье, своей общине, своему народу, то тогда, как следствие этой службы, как следствие того, что ты находишь смысл в своей жизни, свое предназначение, свою миссию, тогда ты обретаешь радость. И это радость с тобой всегда. И вот, друзья, последние слова, с которыми я хочу поделиться с вами, слова Виктора Франкеля. Смысл нельзя изобрести или придумать. Его можно только отыскать, открыть. Причем, не внутри себя и даже не в пределах своего видимого мира. Упование на искусственные ценности, например, успех или даже счастья. И придуманный смысл он уподоблен лазанью по канату, подброшенному в воздух. Этот канат надежен лишь тогда, когда крепко привязан к чему-то очень прочному и сильному наверху. Гарантию того, что он выдержит, наше карабканье по нему может дать только вера, только Бог. Тогда ничего не страшно. Обретя радость в праздник радости Торы, продолжая искать смысл жизни в книге книг Торы, мы открываем этот смысл, а потому и радость жизни каждый день и каждый час своей жизни. Хочу пожелать вам всего самого хорошего и дай Бог, чтобы мы могли радоваться многим радостям. Всего вам доброго. Хочу... Продолжение следует...